Вот посмотрите, как наши слова формируются через чередование. Вот в нашем русском языке есть такое чередование ГЖЗ. Это законное чередование, которое корень один, а слова новые получаются. Чередование это когда один и тот же корень, но новые смыслы рождаются. Вот у нас есть слово ГАРЬ, вот у нас есть слово ЖАР, и вот у нас слово ЗАРЯ. Записываем его в латинской транскрипции, читаем, что получаем свой ЖАР. Поэтому вот этот ЯР и ЖАР, это все слова очень-очень древние. Видите, как они отражаются? Вот они читаются как по-русски, так и, если мы запишем это латинскими буквами. А Солнце у нас может светить ярко, а может светить жарко. Правда? Это один и тот же корень, а посмотрите, какие прекрасные смыслы. Вот откуда течет богатство нашего языка. Посмотрите, как они формируются, эти слова. В связи с этим, я тоже рассматриваю слово ЗЕМЛЯ. Это я его так рассматриваю. Это не чье-то в данном случае. Вот смотрите, мы берем это слово и проводим его через наши чередования. Мы ставим его ЗЕМЛЯ, ЖЕМЛЯ и записываем в латинской транскрипции. Получаем ЕМЛЯ. А вот такое слово есть в древней русском языке. ЕМЛИТЬ это иметь, приближать к себе. Понимаете? Примеры. Я этого не приемлю, говорит человек. Или всеобъемлющий. То есть всё получающее, всё выбирающее в себя. То есть Земля. Земля получается по нашему корню. Это то, что мы имеем. То, что к себе приближаем. Вот это что такое Земля. И эта Земля, не только та Земля, как наша небольшая территория, как малая Родина, но как и Земля. Мы земной шар так называем. Земля. То есть мы к себе приближаем не только какой-то клочок земли, на которой мы живем, но и весь земной шар наша Земля и наша ответственность. Видите? Это в нашем языке написано. А какие качества вот в этих снегах, в этом суровом климате должны у человека сформироваться? Ну, помните, в знаменитом фильме «Семнадцатом даянии весны», когда досье читалось на каждого высокопоставленного немца, там всегда звучал характер нордический. Истинный арийц, да? Вот. Ну, кстати сказать, истинные арийцы, вот это русские на самом деле. Потому что арийская гаплогруппа Р1А1 ее носят до трех четвертей русских современных в себе. Ну, Гитлер тоже этого не знал, когда он шел на нас. Так вот, нордический характер, то есть северный, то есть сформировавшийся в холодной зоне. То есть они-то историю свою тоже понимали, что они все откуда-то оттуда текут. Но только они считали, что вот они какие-то там главные. А славяне, значит, это лишний народ, который надо уничтожать. Так вот, нордический характер одним из своих основных качеств имеет стойкость. Давайте посмотрим на это слово. Стойкость мы понимаем по слову. Мы, может быть, не задумывались, что это способность стоять. Да? Так? Стойкий. Правильно? У нас про человека говорят самостоятельный. Он стал самостоятельным. То есть он может стоять сам. Я уж, конечно, не знаю, когда они уже человека считали самостоятельным. Неужели там года в три он у них был самостоятельным, потому что он сам стоял. Но что, значит, может быть, они еще что-то имели в виду? Может быть, потому что мы видим в этом корне интересные оттенки и значения. Вот смотрите. Мы возьмем первое, что здесь, корень СТ, да? Еще раз, две согласных на стыке не бывало в древнерусском языке. Значит, мы должны поставить хотя бы полугласный Е, да? Видите? Что тут получается? СТ или СТ. Это слово СУТЬ. Видите? Вот дальше есть. Это одно и то же слово. В доказательство этому у нас до сих пор говорят, это суть есть то-то, да? Язык, я вам говорю, потому что он все время будет переводить более старые слова на более новые варианты. Чтобы вы никогда не забывали, что это такое. Замечательно устроенный русский язык. Итак, СТОЯТЬ и БЫТЬ – это одно и то же в русском языке фактически. Вот давайте вдумайтесь, это же глубочайший смысл в этом. СТОЯТЬ, БЫТЬ и СТОЯТЬ – это одно и то же. Ну, во-первых, а почему БЫТЬ и СТОЯТЬ – это одно и то же? То есть ЖИТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ – это СТОЯТЬ. Не знаю, это уж, конечно, как фантазия, я предлагаю, что… Ну, вот я, например, читала о том, как вот, скажем, там, в Сибири, как люди там, когда охотники уходят в тайгу, вообще нельзя садиться. Когда холодно, нельзя не садиться, не ложиться, потому что замерзнешь тут же и заснешь. Вот охотники, это говорено, что садиться нельзя, надо двигаться, идти надо. И с последних сил люди идут, пока не дойдут до того места, где можно обогреться. Но это, в данном случае, ни к чему не доказывается, это просто такая версия, красивая версия этому. Но БЫТЬ и СТОЯТЬ – это у нас одно и то же слово. Отсюда всякий столб есть, да, какая-нибудь там стойка и так далее. Мы говорим по поводу БЫТЬ – следующие вещи. Мы говорим, он стал, он захотел стать врачом, стать врачом, то есть быть врачом. А у него такая стать – это уже что? То есть он физически хорош собой, сложен хорошо. И когда у человека про стать разговаривают, он сидит, лежит или стоит? Стать не разглядишь там, когда он лежит, правильно? То есть вот она стать и стать. Все время это пересекается в русском языке. Значит, если человек у нас реализовался в жизни и что-то достиг, что о нем говорят? СОСТОЯЛСЯ. А смотрите, он опять там стоящий. Он СОСТОЯЛСЯ. Когда у человека там, когда человек унывает или что-то, он говорит, ВСТАНЬ, РАСПРАВЬ ПЛЕЧИ, ХВАТИТ НЫТЬ, да? ВСТАНЬ, РАСПРАВЬ ПЛЕЧИ. То есть это не просто существование, это гордое существование. То есть суть есть это существовать гордо, стоя. Я хочу сказать, что есть много еще очень всяких разных состоять выражений. Там стоять лагерем, да? Но ты знаешь, что они там все стоят? Дальше. Взять кого-то на постой, да? Помните? Но они при этом не стоят. СТАН, как место постоянного проживания, там Туркестан, например, да? Опять же стоять гордо. Мы свой город отстояли, скажут защитники. А что они там все стояли, что ли? Наверное, они и в окопах лежали, и по-всякому. Но они отстояли. Мы за ценой не постоим, да? Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И бесконечный, бесконечный список этого стояния, как гордого существования. Я хочу вам напомнить эпизод из «Войны и мира» Льва Толстого, где Балконский на поле боя стесняется нагибаться. Помните? И он говорит о том, что это не пристало, нельзя так. Надо прямо. Вот видите, как откуда и куда это идет? Откуда и куда. Но гордо – это отдельное слово. Мы сегодня его не рассматриваем, чтобы не было очень длинной лекции. Гордо живет тоже. Слово «гордо» происходит от слова «горе». А «горе» по-русски, по-древле-русски – это «высоко», отсюда наша гора. Стать стой гордо – это и есть высоко. Будь высоко, находись высоко. И противоположное слово «стойкость» и «стоять» будет слово «гнуть». Давайте посмотрим на него на слайд. Слово «гнуть». «Гнет» – это когда вас гнут. И отсюда у вас получается гнев. Вот Татьяна Миронова, доктор филологических наук, специалист по древнерусскому языку, говорит, что гнев – это прямая производная слова «гнуть». Вас гнут, и когда вас сгибают там до какого-то крайнего положения, гнев – это то, что заставляет вас распрямиться. Распрямиться и стать опять стоящим и гордым. Ещё какие качества у нас с вами формируются от холодного климата, от жизни в тяжёлых условиях? Мужество, да? Наша стойкость – мужество. Давайте посмотрим на это слово. Ну, здесь, во-первых, мы видим букву «у», которая чередуется с «о». И отсюда от слова «мужество» родственные слова у нас «мочь», «может» и «мощь». То есть вот вообще говоря, слово «мужчина» – это уже несколько более позднее слово. «Муж» у нас говорит, да? «Муж». «Муж» и «мужество» – совершенно связанные вещи. У нас говорят «храбрые мужи», да? У нас не говорят «трусливые мужи пришли». Как-то это даже не сочетается. Муж может быть только храбрым, счастливым, трусливым не может быть. Так вот, мужество, вот в моей версии, потому что здесь я расхожусь с Татьяной Мироновой, она считает, что мужчина, а он к мужеству тоже родственен, да, по корням, происходит от слова «мыслить». Вот я не нахожу этого, что он мыслящий. Я нахожу, что он могущий много. Мужество, мочь, может и мощь – это всё, посмотрите, мы проводим через чередование «т-ч-ща». Наше законное чередование в русском языке, здесь невозможно сказать, что это не так. Это наше законное чередование. А давайте мы посмотрим на слово «жена». С мужем поговорили. А жена – это что? А это всего-навсего корень, родственные корни латинскому «ген». Это рождать и рожать. То есть муж у нас мужественный, а ему много что могущий, а жена, она рожает детей. Вот наше предназначение. Смотрите на немецкой фрау, на фройлен, девушку. Ну, там за что-то всё, там какие-то зихфройны у них, там какие-то радости всё больше с женами. А у нас дети рождаются. А разве это не то, что нужно, когда вокруг вас стоит ледник, когда, наверное, какие потери происходят, сколько людей умирает? Разве не это главное, чтобы было много народу, было много детей? Для выживаемости вида. Для выживаемости вида, да. Жена та, кто рожает детей. И всё, вот это её свойство. И отсюда нужно, видимо, как-то и смотреть, хорошая жена, плохая жена. Как там дети, сколько много ли детей, их же ещё вырастить надо, этих детей. Вот её свойство. А мужчина должен много чего мочь. И вот в этом смысле у нас есть ещё один слайд. Мужчина и женщина. Значит, у нас здесь два корня. Муж, жен и чин. А чин – это... От корня чин происходит глагол «чинить». Совершать, создавать в качестве основы чего-то. Например, у нас есть слово «причина». Чинить препятствия кому-то. А он ему чинил препятствия. То есть создавал ему эти препятствия. А если мы чинили носки, то у нас были какие-то дырки на них. И были это, в общем-то, уже и не носки. А тут мы починили, опять стали носки. То есть создали их опять. ВОЗ создали эти носки методом починки. И что у нас получается? Мужчина и женщина. Мужчина тот, кто создаёт возможности. А женщина создаёт детей. И всё. И больше никакой у неё функции нет. А он создаёт возможности. Самые разные, какие мы говорили. Что он, это и сила, и мощь. Это и защита территории. И какая-то тяжёлая, видимо, работа, Которую невозможно, невозможно, говорим они. Мы, это невозможно мне. А ему всё возможно. У него силы достаточно. А после того, как он отработал, Куда идёт? В копу. И там они решают всё, как жить, как быть. А сейчас у нас, говорят, женщина, Она вот дома с детьми. А она не только дома с детьми. Она ещё постоянно придумывает, Где купить страховку на лечение. В какую школу отдать ребёнку. В какой университет или не отдать. Вообще говоря, в какую больницу лечь. По врачам бегать. То есть, на самом деле, Она решает функции, Ей не свойственные с точки зрения слова. А вот если бы все наши мужчины заседали в копе, И всё там было решено. И, конечно, бы они никогда не дали принять решение, Которое, а в копе, кстати, Не помню, я говорил в прошлый раз или нет, Решение принималось только, если все согласны. А если кто-нибудь не согласен, не принимали. Это же тоже накладывает огромную ответственность. Представляете, как себя надо вести? В принципе, каждый, любой, может воспротивиться И всё решение отменить. Отменить. И будет такое вето. Кстати, вето – это слово от нашего вещать. Кстати сказать, вот очень интересная вещь. Вот эти англоязычные, германоязычные слова, Они все находятся в родстве, в сродстве с нашими корнями По законам чередования нашего языка. Обратите внимание. Вот вам вето, вот оно тэ, вот оно вещать. Это наше чередование. Вето – право голоса, когда уже все согласны, Другой какой-то голос, другая речь вето. Так вот, видите, как всё тут в языке прописано, Что, как быть должно. У нас часто говорят, что мы пошли и сделали что-то на русский авось. То есть, вот сейчас я к Татьяне Мироновой, Которую я люблю цитировать, Я далеко не во всём с ней согласна, Не только по языку, но и вообще говоря, В политическом смысле и так далее. Но она всё-таки доктор филологических наук, И она хорошо читает, это так мягко скажем, по-древнерусски. Конечно, не считать её экспертом невозможно. Она очень интересная вещь говорит. Она говорит следующее, что мы вообще о себе рассказываем Бог знает что. Вот если бы спросить, а что мы, вот какие наши русские характеры? И мы бы сейчас наверняка про себя наговорили много чего. А Миронов говорит, когда анализируешь корни языка, Это никак не подтверждается. Очень многие наши представления о себе являются мифами. Ну вот, например, считайте, что русский человек не ведает, Что он хочет, и вообще сам себя не понимает. И вот этот авось, она говорит, что, Написано, что русский характер стоит на трёх таких вот основаниях. Это авось, невось и как-нибудь. И Мироновой говорит, что же за характер, говорит она. Вот её словами она говорит, это же слякоть какая-то, А не характер, говорит Миронова. Авось, невось и как-нибудь. Но тут же она говорит, что если начать читать по-древнерусские слова, То получается совсем другое дело. Авось, а будет так. Небось, не будет так. Как-нибудь следует понимать в старых смыслах, Как бы то ни было. Так вот наши три основания. Будет так, а вот так не будет. И как бы то ни было, вот так или не так. Понимаете? Ну, и где тут слякоть? Где тут на русский авось куда-нибудь пойти? Совсем другой характер. Нордический, да? Так или не так будет. Я ещё, знаете, подозреваю здесь ещё один смысл. Дело в том, что буди, это в древнеанглийском форма был, было. Вот у нас когда говорят, ну будет тебе плакать-то, ну будет, будет. Ребёнку утешают. Что хотят сказать? Что он ещё в дальнейшем будет плакать или что? Что хватит, поплакал, прошло, прошло. То есть вот этой формой будет, мы узнаём здесь древнеанглийское будет, бывал-бывало. И тогда здесь получается ещё один оттенок смысла. Будет так, не будет так, как бы ни было раньше. А будет вот так. Понимаете? То есть это вообще говоря, вот какие-то... Как сказал, так и будет. Как сказал, так и будет, да. Как сказал, так и будет. Очень это интересно. Следующее слово, которое обычно мы тоже любим применять к себе, обычно негативно оценивая свой характер, это слово сомнение. Пока не даём его, ну давайте, ладно, покажем. Сомнение. Мы все в сомнениях, все в сомнениях, что ж такое, никак не можем ничего решить, нерешительное. Посмотрим на корни-то. Мнить – это думать, да. А с – это рождать. То есть рождающий мнение. То есть сомнение в данном случае выступает совершенно в положительной коннотации. То есть это хорошо – сомневаться. А вот помните Сократ, он же всё время сомневался. Ведь это сократическое учение всё было о том, что надо во всём посомневаться. И только когда уже не останется возражений, все возражения будут сняты, тогда можно считать это правильным и правдивым. Вот Сократ – это сомнение, рождение мнения. То есть мнение должно рождаться, то есть мысль должна приходить через, ну, то, что мы называем сомнением. Через обдумывание серьёзное. Через то, чтобы подвергнуть всё это тщательному анализу. Так что вот такое наше сомнение, вот такое наша ось. Смотрите. Да, и у нас, кстати, говорят, такое выражение есть – ничтоже сомняшись. И делает это – ничтоже сомняшись. То есть, ну, вообще не сомневается – это плохо. Это плохо. Значит, он не обдумал со всех сторон своё решение. Следующее интересное слово, которое связано с нами и тоже лежит в основе нашего характера – это правда. Вот это правда. Вот правда, конечно, это очень много правды в разных словах и выражениях. Вот в корне правда – корень прав. А прав – это правь. Вот правь – это и есть пантеон богов древних славян. Это наше божество, наш пантеон. Правь. У славян была явь, как мир реальный и существующий. Навь, как мир душ. И правь, как мир светлых богов славян. Это, понимаете, что такое правда? Вот корень «да» известен, но это давать, дающее. Когда вы отвечаете «Мне можно пойти?» «Да». Это вы даёте такое разрешение, да? Значит, вы даёте такое разрешение данной правью. Правда – это то, что дано богами. То есть высшие знания. Знания, конечно, о светлом, несомненно, да? Вот смотрите, и правда по-английски, по-русски, прошу прощения, это она же прямота. Мы легко доказываем это, потому что ложь у нас называется кривда, по-русски. И не только в песнях Высоцкого, конечно. У нас есть выражение «кривить душой», то есть лгать, кривить душой, лгать. Правда – это прямота. То есть прямота – это хорошо по-русски. Понимаете? И когда нам говорят, ну нет, вот так не надо, надо вот так, мы уходим от смысла своего языка. Прямота – это хорошо, потому что только так можно понять, о чём идёт разговор, правда? Правда – это ещё и простота. Вот здесь, может быть, нету, но прямой и простой – это тоже одно и то же слово. Корень, пр – простой. Поэтому, смотрите, когда у нас говорят, это тоже по материалам Татьяны Мироновой, правда, я вам рассказываю. Когда у нас говорят «прости меня, пожалуйста», в современном языке это имеет понятие «забудь то, что я сделал». Но это абсолютно искажение смысла, потому что «прости меня» – это сделай меня прямым. Дай мне стать прямым. То есть человек, может быть, солгал, кривил душой, там что-то ещё, он просит о возможности снова стать прямым. А не забудь там, как всё это было, и давай, и жди, когда я в следующий раз тебя обману. Человек просит. Простить – это значит спрямить человека. Поэтому мы говорим, так хорошо с этим человеком общаться, он простой такой. Это он какой? Это он без всяких вот этих хитростей, какой-то задней мысли. То есть прямой он опять, правдивый. Простой, прямой, правдивый. Вот я считаю, что и первый идёт отсюда. Потому что в противном случае к нему, ну, невозможно это слово объяснить. Первый тоже идёт сюда. Первый. Он идёт прямо, прямиком, впереди, правильно, да? Мы идём вперёд, а он первый впереди. Очень интересно у болгар. У них вот есть такое выражение «на право». На машине едешь, на право – это прямо по-болгарски. Поэтому вот право, прямота, идущая впереди. А вот смотрите, у нас недавно, помню, один мальчик из класса, наверное, восьмого, говорит мне, ну, Ольга Юрьевна, а вот смотрите, сейчас же есть уже очень много слов, которые вообще говорили никакие неродственные. Вот, например, правитель же неродственен правде. Я говорю, ну, вот это говорит о деградации нашей цивилизации, когда правитель правде неродственен. А вообще-то же это от одного корня. То есть как нужно править-то? По правде. По правде. И по правде, да? А правило какое должно быть? Тоже должно быть то, которое соблюдает это всё. Управлять также нужно, правда, да? Управлять нужно, по правде. А то, понимаете, дети говорят, правитель с правдой не связаны. Это же не связано теперь. Я говорю, ты откуда взял, говорит, нам так в школе преподают, что эти слова уже теперь неродственные. Но те, кто так преподают, они, конечно, фиксируют реальность. В современной реальности они стали неродственными, а должны быть родственными. Так диктует нам наш язык. Должны быть родственные слова. И вот ещё у нас есть такое выражение право-слова, да? Мы говорим, да право-слово. Это что такое? Ну, то есть это правда. Мы хотим сказать, что это правда. Но ведь это же целое выражение право-слова. А ведь право-слово, если мы посмотрим на грамматику русскую, грамматику медевропейских языков, то у нас то, что правее, это ключевое слово, а то, что левее, это определение. То есть это слово какое? Не просто правдило, это слово прави. То есть когда человек говорил право слова, он как бы клялся, он клялся, как можно на Библии поклясться, как клянуться на Конституции, они вот так клялись, право слова. То есть был какой-то свод, видимо, законов, каких-то представлений о морально-нравственном поведении, которое называлось «Слово правильное, иначе быть не может». Это слишком высокое слово, понимаете, по Ломоносову, слишком высокое, чтобы вот просто так оно тут всу и поминать его. Ну и православие, посмотрим на православие, ведь и православие отсюда, справедливость, да, сейчас будет православие ведь отсюда, понимаете. Поэтому когда я говорю, что вот есть какие-то тоже нападки, попытки замолчать, ну это даже противоречит самой истории православной христианской церкви. Мы же видим в этом слове, что был допущен компромисс, был создан компромисс между старой верой и новой верой, иначе бы она православной, правословной на самом деле не называлась. Я вам говорю, что мы словене, да, в прошлый раз, и правословие. Какие христиане правословные, которые одновременно чтят слово правильное? Вот тогда, да, тогда всё это приходит в нормальное человеческое течение жизни, когда на старых основах встают новые, добавляют что-то, но и ни в коем случае не отрицают, так что невозможно отрицать. Культура, история, язык непрерывные. Они непрерывные. Справедливость тоже, конечно, происходит отсюда. Это вообще очень интересное слово, справедливость. Вот смотрите, помню, недавно была дискуссия, ну как вообще определить, что такое справедливость? А это что? А как справедливо, как несправедливо? Предлагаются разные определения, чтобы каждая вещь была на своём месте, там, и так далее. Посмотрим слово. Итак, эс, рождающий, да? Когда у нас есть эс, рождающий, индоевропейского слова, то оно как бы стоит особняком, а потом мы начинаем от последнего слова, а всё, что слева, кроме эс, к нему определение. Итак, у нас есть правь, у нас есть ведать, у нас есть корень лиф, да? Я думаю, что это наше «любо», потому что мы видим «либо», да? В немецком языке «любо», «либо», и «у» они чередуются между русским и латинскими алфавитами. Вот я не помню, в Украине было дело, девушка сказала мне в гостинице, «это наш липший номер», «это наш лучший номер», да? «либо», «любо», «лив», «бэ» и «в» чередуются в индоевропейских языках всегда, да? «Барбар», «варвар», мы знаем об этом. «Лив», «о» и наше «эстэ». И что же получается? Давайте читать. Вот смотрите. «Рождающие», что? «Существование», притом гордое, да? Какое? «Любящие», любящие что? «Ведать», что? «Правь». Итак, вот то, что рождает существование, в котором мы любим знать правду и правь, и есть справедливость. То есть, когда каждый раз произошел какой-то поступок, мы спрашиваем, а этот поступок приводит к тому, что мы тут все как-то вокруг этого поступка существующие будем жить с любовью к правде или нет. Вот и все. Наше слово читается очень довольно просто «справедливость». Потому что вот эти корни, они очень понятны во всех языках. Вот что такое справедливость. Справедливо, несправедливо. И это было важное понятие. Мы читаем, например, у историков, они говорят о том, что вот даже крепостные крестьяне, они, может быть, не возражали по поводу каких-то наказаний, но если несправедливо, приходили, барин, ну несправедливо же. Вот с барином можно было так договориться. Ну несправедливо же. И барин мог согласиться, да, несправедливо. То есть справедливо и несправедливо. И все это тоже в нашем характере. Ну, смотрите, какой общественный строй вообще существует в таком существовании справедливости? Когда все время что-то формирует такую жизнь, чтобы все любили знать, как там правда и подправление. А правда это же не только какие-то высокие духовные понятия. Это в том числе и устройство мира и все остальное. Вот какой общественный строй формирует в нас такие желания? Я думаю, что... Ну точно тоже не такой общественный строй, когда мы с утра до ночи должны бегать, зарабатывать деньги, чтобы прокормить детей. А когда нам думать вообще об устройстве мира и о душе? Некогда. Так точно нет, да? Конечно, не тот же строй, когда мы должны бегать за куском хлеба, чтобы незачем накормить своих детей. Тоже не такой. Вот надо искать. Надо искать эту золотую середину, в которой жили наши предки. Иначе бы не было таких слов. Напоминаю вам, что, как считает Татьяна Черниговская, язык нам для того, чтобы организовать жизнь вокруг себя. А, кстати, для чего мы на нем разговариваем? Вот тоже вопрос. Там была функция коммуникативная. А разговариваем мы тогда на нем только для того, чтобы это досталось последующим поколениям. Потому что если мы начнем какие-то тайные мироустройства знать на одном языке, а в быту на другом языке, то с чем мы столкнемся? С тем, что было у целого ряда народов в истории. Когда были языки какие-то священные, языки знати, языки простого люда, языки жрецов, это все было. А у нас, слава богу, не такой язык. У нас все время на пути развития нашего языка были люди, которые соединяли эти две функции в одну. И последним это сделал Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, который является создателем нашего единого, общегражданского, национального, литературного русского языка, который ввел в этот язык речь всех слоев общества и сделал литературно эту речь. Понимаете? И благодаря этому мы знаем, как вообще разговаривали наши предки во многом из-за Пушкина, который прожил так мало и сделал так много. Вот Пушкин, понимаете? Мне спрашивали тоже по электронной почте, а кого вы вообще считаете русским после этой лекции? Пришли несколько писем. Кого вы вообще считаете русским? Ну уж точно не кровь сдавать я всех призываю, там русские и нерусские. Точно я этого не призываю делать, потому что вот посмотрите Пушкин. Кто еще столько сделал для русского языка, как не Пушкин с арабской кровью? Меня вот не очень интересует кровь человека. Меня интересует, как он живет, насколько он разделяет вот эти заветы предков, которые в наших словах. Вот это меня интересует. Вот он русский человек. И то, что он русскоязычный, дает ему огромные возможности быть русским. Понимаете? Может быть, кто-то так себя не считает, не хочет, но вот посмотрите, это же прекрасный язык. Он древнейший язык. Вот я хочу вас к четырем стихиям сейчас. Посмотрите на четыре стихии. Вот как наши предки понимают эти четыре стихии. Что они для нас? Вот земля, да? Стойкость, мужество, воинская доблесть, потому что за нее надо стоять насмерть, как мы знаем, да? И эта сила, как источник питания, она же нас кормит, она же мать земля незряющую. Она нас кормит, она нас скормила, мы ее защищаем. Вот это наши все понимания. Смотрите. Огонь. Это свет и возможность получать знания. Вот мы говорили, светлый, рождающий видение. Да. Вы можете получать знания только при свете. Вода. В прошлый раз мы говорили, это речь письменная и устная. В прошлой лекции мы это обсуждали. Это знание и это движение к новым, потому что она вода, да? Она нас ведет. Вот, кстати, давайте еще по-английски напишем то же слово в будто. Напишем. Ну, смотрите, вот слово вода у нас, да? А это что, другое слово у нас? Вода. Или это это же слово? Есть кто-то, кто считает, что это другой корень? Нету таких слов? Ну, каким другим? Никаким, особенно и не другим. По транскрипции похожи через череда? А что такое транскрипция? Что такое транскрипция? Как нас учат языка знания? А это их древние произношения, которые звучали еще до норманов. Вот так они называли вода. А у нас вода. Кстати, у нас не вода, а вода тоже исторические. Потому что есть словари, которые рассказывают, как менялось ударение. Так вот, в древнерусском языке все ударения на корень падают. Что логично. Вода у нас. И до сих пор. Вот твоя врода, твоя быстрая вода, твоя чистая вода, синий гир, можем спеть, да? У украинской песни. Вода она, у них она вота, вот она. И она водит. Вода водит и ведет. Мы это обсуждали в прошлый раз. По воде они двигались. Она ведет. То есть, у нас, в нашем слове нет смысла жидкой субстанции. Нету, да? Так, а вот теперь напишите слово вошь, пожалуйста. А вот скажите, это слово родственно корню вода или нет? Слово вошь английское родственно ли английскому слову вода или нет? Это один корень или разное? Чередование. А какое чередование? По законам русского языка. То есть, мы же, конечно, течем из индоевропейского проязыка, как они считают. Но что это был за язык, если общность была не очень большая 50 тысяч лет назад? Вот она сформировалась здесь. Вообще говоря, вопросы индоевропейского проязыка очень интересны. Ими, конечно, занимаются. Но исследования не очень, как сказать, поступают просто к нам, к людям, к обыкновенным читателям. Потому что, конечно, я хочу сказать, что при том, что в основном в Европе люди говорят на славянских языках, большинство европейцев говорит на славянских языках. Надо было бы, конечно, подумать, что индоевропейский проязык был, вероятно, близок, был из группы славянских языков. Иначе как так получилось, что так много народу говорящие на славянских языках? Вот это вообще гипотеза, она заслуживает внимания. Так вот, ВОЖ, это тот же самый корень. Мы видим ТШ чередование, наше русское чередование. Но смотрите, то есть у них вода, то, чем они моются, правильно, да? А у нас вода, мы ей моемся? Да. Нет. Нет. С точки зрения корня нет, мы моемся водой, да. Но не с точки зрения корня. У нас мыть, это совсем другой корень. Мыть. То есть наша вода водит. Вода. Я к чему говорю? Что у английского языка нет объяснения происхождения корня вода. А у нас есть. Она водит, потому что ведет вода. И очень много таких слов тоже, да. А вот по поводу мыть тоже интересно, да? Вот сейчас, в последние 20 лет, укрепилось такое выражение, отмывать деньги. Отмывать деньги. То есть, значит, они как будто грязные, да, их надо отмыть. А давайте посмотрим, где раньше-то мыли деньги. Ведь это их же мыль в языке. Вот не так далеко от нас есть город Мытищи, да. Мытный двор, это таможня, это где надо пошлину заплатить. Мыть, это отдавать часть, снимать с себя часть чего-то. Вот когда мы моем себя, моемся, мы что же с себя, вот что-то там, грязь там, налет какой-то. Мы отдаем часть от себя. Вот что мы моемся. И поэтому у нас есть мытный двор, как таможня, где вы платите пошлину. И я думаю, что те, кто придумали выражение «мыть деньги», не были уж такими большими знатоками древних русских слов. Но просто вот то самое подсознание нам доставляет из прошлого, в настоящее время понимание грязных денег. То есть грязные деньги в древности, это какие деньги, с которых нелегально, нет, с которых не заплачены налоги, будем говорить так. Ну и сейчас, в общем-то, тоже так, да. А сейчас вот они их моют, только незаконно все равно, да, отмытые деньги там, деньги отмывать. У нас это незаконная процедура. Вот смотрите, вот человек помнит, что деньги бывают грязными. И что их можно мыть. Вот, пожалуйста, хотя я не знаю древних русских слов. Так вот, наша вода, еще раз, вода, речь письменная, устная, знание движения к новому, река, значит, реку, мы проводили все эти параллели в прошлый раз. А вот воздух, воздух, корень дух, видите, чередуется с корнем душа. Но дух у нас еще это ветер, он дует, потому что, да. Смотрите, воздух, дух, поднимающийся наверх. Воз, это всегда наверх, восхождение, воспарить, вознестись, это все это, да. А воздух еще отвечает и ветер. Мы с вами в прошлый раз вспомнили русскую сказку за передачу информации. Когда какие-то, мы говорим, новые веяния, кстати сказать, да, новые веяния появились. Тоже с ветром и воздухом. Когда вот есть что-то, к чему уже все готовы, мы говорим, это висит в воздухе уже. Вспоминаете, да, русский язык? Висит в воздухе. То есть новая информация и ее передача. А смотрите, у нас же еще есть тоже душа, которая дышит. Душа. А х у нас и ш тоже чередуются. А помните, даже они и в латинских чередуются. Мы с вами просто смотрели реш и рех, да, рекс как царь. Опять наше чередование. Итак, душа, она дышит, да. Душа – это орган дыхания. Мы дышим с точки зрения русского языка при помощи души. То, чем мы дышим. А раз еще одновременно это переносит информацию, то вот у нас есть такое слово «совесть». Посмотрите, это что? Это опять рождающая весть. Уже весть. Не ведание, как знание глобальное, а весть. Коротенький, маленький отрывок информации. Так переносит информацию вроде как воздух, да. Душа дышит этим воздухом. И тут-то где-то там рядом с душой, с этой, есть совесть. Наша русская совесть, которой ни у кого нету. Только у нас есть такое понятие, как совесть. И вот смотрите, когда человек не признается в чем-то, ему говорят, ну ты же в глубине души-то, ну знаешь, что я прав. В глубине души. Там вот где-то там живет наша совесть. В глубине нашей души. Совесть, которая, вот вроде нас никто не учит, да. Вот как-то, но мы все знаем, по совести или не по совести поступил. И говорят, а как поступить? Совесть тебе подскажет. Кто-то нам закладывает эти законы по пунктам, где-то А, Б, В или нет. А мы все равно знаем. По совести надо вот так. Откуда мы это знаем, если не из нашего подсознания, не из нашей семантической памяти. И благодаря тому, что мы своим языком, еще раз возвращаюсь, поднимемся как разговорным, как средством коммуникации, а не только как средством устройства мира, мы переносим из поколения в поколение вот эти корни, вот эти знания. Но только, к сожалению, вот сейчас мы это не изучаем, так как можно было бы изучать, даже в школе, я считаю. Этому надо учить в школе. И вот смотрите, что получается с нашими четырьмя стихиями. У нас три стихии, огонь, вода и воздух, связанные со знанием, с информацией, да? И только одна связана с тем, чтобы на ней крепко стоять. А все остальное у нас знание и информация. Так еще раз вас ответить. Правильно мы прочитали в прошлый раз слово «руст» или нет? Как рождающее ведание. Мы же все время видим доказательства этому. У нас же все время все это сходится, как у юристов говорят, да? Толкование закона не должно противоречить другим законам. Вот мы так толкуем. У нас не противоречат никаким словам наше значение.